есть у меня вот такие вот часики называется кама даже двух двух вариантов они у меня как бы присутствуют думалось мне раньше что часы кама такая разновидность часов победа чтобы как-то разнообразить рынок страны решено было возможно как-то немножко разбавить часы победы каким-то другими названиями и вот как бы в противовес но на основе часов победа сделали часы кама думалось мне так раньше ну что это за часы где было производство а было так вот что часы наручные мужские камы изготавливали по ГОСТу 651958 с часовой минутной секундной стрелками часовой механизм ЧН2М диаметром 26 миллиметров со стальным анкерным ходом на 17 рубиновых камнях продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 34 часов среднесуточный ход плюс 45 секунд баланс механизма марки 1924н снабжен противоударным устройством выпускал такое чудо чистопольский часовой завод вот у меня как бы две разновидности есть так скажем вот крышка обычная хлопушка это вот такая вот обычная и как бы по поворотам немножко с поворотом и открывается крышка это вот байонетный механизм защелка на часах ну и соответственно внешний вид у них немножко разный почему дело в том что вот бывают такие мастера которым даешь в руки вещи они чего-то там пытаются из себя изобразить где-то что-то потереть и в результате цифер испортили испортили пока более хорошего нету приходится придется мне довольствоваться тем что есть и вот левые часы они у меня так как бы вот в подвешенном состоянии хотя ходит идеально несмотря на то что часам уже почти 60 лет и вот тем не менее такое чудо есть и еще на на точном ходу а вообще если более точно быть в 1952 году начался выпуск часов кама с противоударным устройствами пылевлагонепроницаемым корпусом вот параллельно там же выпускали часовые приборы для различных отраслей и даже вот такое вот чудо изобрели так скажем оно у много сильно много информации нету ну вот чем богат тем и рады вот то что мы видим перед собой это беби беби белый циферблат так скажем обычные нормальные часы но в процессе поиска обнаружилось с таким же названием часы кама в интернете есть которым прикладывали прибор для изменения и для изменения измерения радиоактивности и он фонил ну примерно как фукусима так скажем вот поэтому как бы о черном циферблате я пока не мечтаю буду радоваться тому что есть и у спецов заодно неплохо бы узнать до какого примерно года пользовались если пользовались вот этой постоянной светомассой радие 225 для во время производства часов так скажем но так часы исключительно замечательные ходят радуют меня точным ходом даже просто тем что они у меня есть ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания